Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Надя Воронцова боролась за сердце головного холостяка краины Максима Шмарковского с двумя десятками суперниц Вона дійшла до финалу первого сезона романтичного шоу Холостяк, та Максим выбрав іншу Переможницею стала Олександра Шульгина, яка стверджує, що підкорити серце холостяка допомогла не краса, а її вміння програмувати бажані події у своєму житті. Хочешь, я тебе что скажу, так не пугайся, да? Давай. Вот у меня была сначала вот эта машина, потом вот эта, а сейчас вот эта. Я тебе клянусь. Ну, на тот момент у меня еще не было карты желаний, и мало того, у меня нет мужчины, которого бы я хотела видеть рядом с собой. А вон Познер. Ты хочешь замуж за Познера? Нет. Иванюша. Ургант – это все-таки идеалы вот профессии, это не мужчины, с которыми бы я хотела быть. Это вот карта, больше она касается карьеры и благополучия. То есть получается, Надюш, что мужчин ты не клеишь? Ты приклеила совсем не то в зону любви и брака. Ты приклеила очаровательную Тину Канделаки, а сюда должен стать мужчина твоей мечты вместе с тобой. В общем, надо переделать. А давайте переделаем. Правильно. Правильно и на моей карте. Потому что я никогда такой эксперимент в своей жизни не проводила, а очень хочется. Особенно в канун Нового года. Хорошо? С удовольствием. Я думаю, что тогда, Наденька, у тебя все получится. С чего начнем, Наташа? Начнем, наверное, с правильного. Начнем с денег. То есть вот у нас сектор богатства, сектор славы, сектор любви, где как раз находилась фотография эти на Канделаке вместо какого-то горячего мужчины. Сектор детей. Сектор помощников и путешествий. Сектор карьеры, сектор знаний, сектор здоровья и сектор богатства. В центре можно разместить себя любимую. Очень многие женщины, как известно, хотят похудеть. И для тех, кто хочет похудеть, им нужно взять вот примерно такую картинку. Очаровательной спортивной девушке, да? Такой все с зажигательной улыбкой. Так же ее поместить в центр, но только поставить свое лицо. Ух ты. То есть фигура должна быть встроенная. Вот где-то у нас тут были стройняшки такие, да? Но лицо должно быть свое. Ну вот же, вот она же и есть. А ну вот она, стройняшка. Тут же чего? Наташа, а почему именно таким образом мы располагаем эти сектора? Это какое-то волшебство действует уже? Это фэн-шуй. И это все работает? И это все безусловно работает. И сюда мы клеим себя любимую? В центр. Поддержите меня, мои желания начинают сбываться. Что это значит? Все, мне конец. Нет, 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 ничего страшного. Это просто все склеивается. Все будет хорошо. Она и плохой. Клеим, не переживаем. Все будет хорошо. Это же просто символы, да? Это значит, что в моей жизни произойдет обновление. Я стану еще красивее и мудрее. Абсолютно верно. Благодаря этой голове. И давайте все-таки начнем не с денег последнего. Вот здесь вот, в секторе любви, мы клеим любящие пары, те, кто уже... Да, в браке. И вот они, как они вместе, хорошо проводят свой отпуск. Тоже можно сюда же пока. То есть, то, что происходит на картинке, должно нас 100% наустраивать, да? Да. Нам должно это нравиться. Если нас это раздражает, не клеим. Скажите мне, что обычно у женщины и мужчины после любви происходит? И свадьбы. Что? Дети. Дети. Правильно. Совершенно верно. Не перескакивайте. И поэтому совершенно логично мы это делаем. Пока Наденька клеит, я вам расскажу одну, действительно, быль. У меня есть знакомая, которая живет в Париже уже много лет. И вот нет у них с мужем детей. Потратили они, друзья, огромное количество евро на все вот эти, знаете, операции, все вот эти вещи. Ничего. Что вы думаете? Она делает карту сокровищ. И она нашла фотографии двух детишек, мальчика и девочки. И она говорит, ну, пусть будут два. Приклеила два. Что вы думаете? Без всяких врачей. Она, естественно, но образом беременеет. И сейчас у нее двое очаровательных детишек, мальчика и девочка. Фантастика. Наташа, для мужчин такие карты же тоже срабатывают? Срабатывают. Да, все что, мужчины не люди, что ли? Ну, они как-то реже почему-то этим занимаются. Они тоже хотят, но они стесняются. Но мы им поможем. Вы знаете, вот у нас есть, посмотрите, какие-то замечательные машины. Скажите мне мужчину, который будет равнодушен при виде вот таких машин. Ой, а лично для меня, для всего, ты добрый. Какую? Вот эту машинку, вот эту. Давайте. Вот эту, наклейте. Надюшенька так уверенно говорит о том, что ей нужно. Твои желания с помощью карты желаний сбывались когда-нибудь, Надюш? Расскажи. У меня произошла в жизни такая мистическая история. Начало сбываться все, что я хотела. Так что это было не очень хорошо для меня. Например? Я всегда мечтала о таком мужчине, как в фильме «Жестокий роман» Сельдара Рязанова Сергей Сергеевич Паратов. Да, да, да. И я постоянно говорила фразу, что лучше с таким мужчиной, как Паратов, быть сейчас, чем с таким, как Карандышев, всю жизнь. И в моей жизни появился мужчина, который просто скопирован из этого фильма. Ты что, познакомилась с Михалковым? Нет, он такой же волевой, вот с такими же барскими замашками. Наш ним роман, он был просто как сцена из фильма. В итоге этот мужчина меня предал точно так же, как и в фильме «Жестокий романс». И это был вообще очень страшный удар. А почему так происходит, Наташа? Девочки, мои дорогие, есть такое вообще понятие, хочу выйти замуж за богатого, а я считаю так, что выходи замуж за любимого и богатейте вместе. Вот это вот мое такое жизненное кредо. Я считаю, что это логичное. Кстати, о богатстве. Сектор богатства у нас вот заполнен и прямо рука подтянулась к вот этой фигурке. Я купила вот такое же. В лавочке фэншуйской мне продавщица сказала, есть у вас заветное желание, надо ему обязательно пузико гладить. Я говорю, а сколько раз? Она говорит, 300. Ведь я стала же гладить. Все сбылось, что я хотела. Есть такое поверье, что когда в доме появляется хатей, видите у него мешок там вот за спиной мешок, он в этом мешке уносит все беды и горести дома. Представляете, какая прелесть? То есть такой трансформатор несчастья в счастье. И богатство тоже. Конечно. А если он уносит с собой беды, его выкидывать надо? Нет, нет, его нужно благодарить. Давайте вообще возьмем карьеру. Карьера это очень важное также обстоятельство в жизни. И что могу порекомендовать? Лица успешных людей. Если вы хотите стать банкиром, можно изображение банка. Если вы хотите стать выдающимся артистом, себя на сцене. А я видела где-то тут маленькую опорочку. Вот я нашла телеведущую, которая зарабатывает больше всех в мире денег. И посмотрите, какая она маленькая на моей карте. А это значит, что все буду доброй, будет даже круче, чем самые крутые программы в мире. У нас уже такое предновогоднее настроение, мы думаем о Новом Годе. И эту карту лучше когда составлять? Вот в такие важные моменты жизни или в любой? Конечно, пока мы сейчас находимся в преддверии Нового Года, друзья, когда у всех действительно какое-то приподнятое настроение, как мы говорим, елочки в глазах, да, очень хорошо действительно составлять свой план на следующий год. И еще я вам советую, такой личный совет от Натальи Правдиной, взять и записать свои цели. Вот это будет очень важный шаг. Потому что, Надюш, вот если ты, например, не записала, да, что ты вот хочешь, например, выйти замуж или создать хорошую семью в этом году, может быть, это и не сбылось. Давай-ка вот в этом году запиши, вот что хочешь. Не, на самом деле, я просто уже боюсь. Бояться не надо, все прошло, все, что было, все прошло. А можно я напишу, вселенная есть такая умная, пошли мне того, кого мне не захотелось послать. Нет, это слишком, слишком витиевато. У вселенной нет чувства юмора, поэтому нам... Серьезно? Не, ну как так можно? Ну как с ней разговаривать после этого. Кратко и точно. И тогда все будет хорошо. А вот у нас, ну символ славы, достижения, да, это вот какой-то кубок, давайте его сюда. Что вообще этот сектор означает? Ну, по сути же, не все люди стремятся к славе, или все? А я вам объясню, отвечает, скажем так, не только за славу, но и, Надюш, за хорошее взаимоотношение, за репутацию, за то, чтобы тебя никто не подсиживал на работе, за то, чтобы тебе плохо не говорили, то есть, чтобы не было интриг, не было сплетен, вот такие вот вещи. То есть, за твое доброе имя. Каждый раз, когда я беру какую-нибудь картинку и клею ее на карту желаний, я думаю о том, имеет ли значение, какого размера эта картинка. То есть, вот, чем больше картинка, тем лучше будет сбываться, или как-то не так это действует? Самое главное, ваше желание, ваше намерение, и, в общем-то, та информация, которая есть на картинке. И, друзья мои, еще у нас осталось одно очень важное. Часть нашей жизни это здоровье. А неужели можно с помощью карты, желаний, даже самой волшебной, укрепить свое здоровье? Я понимаю теперь как? Нужно действовать. Конечно. У меня такое ощущение, что вот эта карта волшебная, она на самом деле как руководство к действию нам, да? Конечно. Это стимулирующее средство для нас. Будет работать, на самом деле, наше волшебное, друзья мои, подсознание. У меня карта желаний на холодильнике висит. У меня на холодильнике висит такая табличка «Ты на диете». Открываешь холодильник, а там только кефир и яблоки. Очень хорошо. Вот это очень правильно. Вот, пожалуйста, результат. Да, и вот результат. Вот результат. А по поводу любви, друзья мои, я хочу сказать, да, то есть то, что мы хотим показать, например, салатик, чем мы питаемся, пожалуйста, можно показывать. Но вот какие-то сокровенные вещи, заветные желания лучше никому не показывать. Почему? Потому что каждый человек, неважно, это может быть подруга, сестра там и так далее, может быть, где-то подсознательно так раз так и подзавидовала немножко, да? И вот эта энергия зависти, она может нарушить тонкий ход исполнения наших желаний. Я рекомендую иметь эту карту на внутренней стороне своего шкафчика, где вы храните одежду. То есть только вы ее открываете. Нужно прямо фотографию мужчины или портрет мужчины, которого хочу, или образ, его тип. И то, и другое, и третье. Если нет конкретного мужчины на сегодняшний день, да, то хотя бы вот тот типаж, который нам нравится. Но при этом еще нужно избежать той ошибки, которую, к сожалению, допустила Надюшенька, когда она что-то себе вообразила, а о практических последствиях и не подумала. А вот если я хочу, чтобы он был умный, где мне это написать? О, рядом с ним стопку книг. Мы еще говорили о секторе богатства, здесь, наверное, тоже все должно быть конкретно. Вот, например, хочу красную машину. Раз, подъезжает Запорожец. Хочу красное БМВ. Надо быть конкретным. Друзья, у меня одна девушка написала список личных качеств своего идеального мужчины. Вот все, 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 да, да, детали. Получила его и потом поняла, что надо было писать национальность. Еще и это? Он из Южной Африки. Оказалось мне. А вы говорите, что у Вселенной нет чувства юмора. Вселенная ошибутся. В сектор любви мы наклеили пару супружескую. Да. Но если я женщина, хочу, чтобы у меня появился мужчина, то я могу просто в жизнь вот этого мужчины привлечь какую-то красивую, но другую женщину. Значит, себя надо. Я поняла. То есть отрезать Анжелину Джоли и приклеить... И себя любимую. По поводу здоровья и тех тем, о которых мы говорили. Нужно быть очень конкретными и, наверное, вместо каких-то чужих фотографий лучше при возможности клеить свои или части свои. Я хочу сказать, Наденька, что ты совершенно четко поняла смысл составления карты сокровищ. Я уже за тебя спокойно. Есть такой прекрасный сектор подарки и знания. Друзья мои, вообще все, что мы делаем, это результат того, что мы знаем. Согласитесь. Точно. Да. Поэтому нам необходимо получить знания. Где-то у нас тут была библиотека с вами. Библиотека. Вот она. Царь Соломон, когда он обращался к Богу, он говорил, Господи, дай мне знания, потому что знания дают все остальное. По современным исследованиям считается, что царь Соломон богаче, самых богатых людей мира даже по сегодняшнему миру. Я теперь знаю, кого он наклеил сектор любви. Где взять фотографию Соломона? Вот у нас здесь еще осталось незаполненный очень важный сектор, такой помощники и путешествия. Если вы хотите поехать в Индию, пожалуйста, клейте Индию. Если хотите Турцию, клейте Турцию. Пожалуйста, это должно быть ваше личное желание. Один военный летчик как-то после Второй мировой войны, вернувшись домой, он стал разбирать свой стол. И представляете, он нашел вот эту карту сокровищ, которую он делал, будучи совсем юным еще там курсантом. И он увидел свой дом, в котором он живет. Он увидел свою жену. А время прошло лет 15. 15, да. Он все вот это увидел. Иногда мы бываем нетерпеливыми, да. Нам хочется все сразу, побольше и вот сейчас. Но это не значит, что это правильно. Может быть, дом нашей мечты, вот где вот там дом нашей мечты, он еще даже не построен, а мы его уже хотим вот сейчас, да. Может быть, мужчина нашей мечты, он еще не приехал в наш город. Все приходит в свое время, друзья. Надо научиться терпению. Если я или любой другой человек неправильно понимает, чего нам нужно в жизни и наклеит то, что с нашей жизнью и с нашей судьбой никак, ну не сцепливается, не соответствует, не вяжется. Как часто можно переделывать карту желаний? Вот как пришло не то, так и делайте. Теперь, когда карта готова, все секторы заполнены правильно, конкретно. Что делать дальше? Пусть оно сбывается на благо всех. Вот так торжественно где-нибудь напишем. Пусть сбудется, чтобы подруги не завидовали, да, Нинс? На благо. Ну это уже фантастика. Да. Еще и не завидовать. На благо всех. Поздравляем, карта готова. Браво. И, конечно, то, чего я не могла не дописать. Все будет доброе. Конечно, пожелание всем тем людям, которые сейчас решили для себя точно. Я составлю карту желаний, потому что это работает, а мои мысли и желания хороши. Друзья, прежде всего, знайте точно, чего вы хотите. Знайте точно, какого мужчину хотим, да. Знаем точно, к чему стремимся. Все получится. Но, конечно же, это не значит, что мы должны сидеть и сложа руки ждать, пока у нас такое вот тело само, да, сложится. Это значит, что если мы хотим быть стройными и красивыми, нужно, по крайней мере, не есть после шести. Не быть противной, чтобы встретить свою любовь. Работать для того, чтобы достигать уровня благосостояния. Путешествовать для того, чтобы наполнять себя новыми знаниями. Ну, в общем, мы с вами все это точно знаем и делаем. И тогда все сбудется. Обязательно. Надюшенька, какие твои впечатления? Что ты сделаешь в следующий раз с картой желаний, чтобы действительно все сбылось? Я сделаю в следующий раз. Я сегодня сделаю себе правильную карту желаний. Ну, я напишу, чтобы вселенная не шутила. Спасибо, мои дорогие.